Девушки отдыхают Вы сделаете еще хуже Нет ничего плохого Нет ничего хорошего Отдельного друг от друга Хорошее и плохое концепции Созданные людьми Нет ничего правильного И неправильного Это человеческие идеи Реальность нейтральна Она не хороша, не плоха Не красива, не безобразна Она просто есть И вот в небе уже летит стая птиц Как вы видите, я одна птица спрашиваю другую Почему мы все время следуем за этим глупым вожаком Я не знаю, отвечает другая Я слышала, что только у него есть карта Какая карта, черт возьми У кого есть карта Покажите мне это существо И думать, что у кого-то есть карта Это полный бред На самом деле карты нет ни у кого Но кое-кто продолжает следовать за римским папой Или за Федором Михайловичем Достоевским, например И думать, что у этих людей есть какая-то карта Слушай, сегодня среда Уже глубокий вечер А мы третий час сидим и перебираем вариации на тему Что хорошо, что плохо Кто прав, кто виноват А я так и не могу понять За каким чертом ты вообще ко мне пришел Давай я просто поведаю тебе точку зрения одного персонажа Чудесно Ты намеренно пользуешься тем Что у меня даже вариантов не выслушать тебя нет Именно Ладно, даже без персонажа Вот смотри Согласно одному священному собранию текстов Земля в своем развитии Последовательно проходит через циклы Так называемых четырех последовательно сменяющих Одна другую эпох Первый, так называемый, золотой век Он длится 1 миллион 728 тысяч лет И характеризуется праведностью, изобилием И повсеместным процветанием духовной культуры Люди в этот век обладают самыми возвышенными качествами Сверхъестественными способностями, огромным ростом, силой и интеллектом Они очень красивы и живут до 100 тысяч лет Можешь себе это представить? Вторая эпоха уже длится 1 миллион 296 тысяч лет И ты наверняка уже догадываешься, что график переходов от одной эпохи к другой будет неуклонно стремиться вниз Верно? В эту эпоху люди уменьшатся ровно на четверть Появятся первые признаки деградации общественного строя и уменьшатся продолжительность жизни Естественно, до 10 тысяч лет И, обрати внимание, все эти описания взяты из величайших священных писаний В третью эпоху, что продлится уже 864 тысячи лет Благочестие уменьшится еще наполовину Хотя люди сравнительно еще возвышены и сильны Их жизни длятся почти по тысяче лет И, наконец, последняя эпоха Называется железным веком или веком машин Самый короткий век 432 тысячи лет И эта эпоха, как ты понимаешь, самая мрачная из всех В ней люди живут уже максимум до 100 лет Отличаются самыми ужасными и отвратительными качествами Вокруг общая экономическая и духовная деградация От былой культуры остается лишь одна четверть Да и так к концу этого периода будет разрушено Жители городов изнемогают здесь от дыма и палящего жара Их постоянно гнетет невыносимая внутренняя тревога за будущее своих детей Все опутано обманом, ложью, ленью, насилием, подавленностью, замешательством и страхом Женщины, потеряв целомудрие, свободно переходят от одного мужчины к другому В городах засилье воров и мошенников Священные тексты искажены измышлениями атеистов Политические лидеры буквально едят друг друга поедом Священники, интеллигенты, рабы своих половых органов Мужчины в эту эпоху совершенно жалкие создания Не желают быть ответственными за своих престарелых родителей, детей и жен И именно в эту четвертую эпоху, как ты понимаешь, мы с тобой сейчас и живем Сейкер, ты андроид Андроид? Почему создания вроде тебя вообще интересуют мелкие людские копошени? И что еще более важно Ты и есть создание века машин По факту ты должен благодарить духовную деградацию и неумолимое техническое развитие Ведь они стали причиной твоего существования Люди Еще один опытный образец Надо позволить им создать и уничтожить себя Без философских излияний о том, что раньше трава была зеленее Они и так этим занимаются на протяжении последних нескольких сотен лет Бесчисленные религиозные войны, крестовые походы, инквизиции Бойня за бойней по горло в крови Мясорубка и кровавая жижа миллионов людей на перегной удобрения только за прошлое столетие Ладно, давай поглядим на идеальное общество, представленное в сегодняшнем документе SCP-752 Альтруистическая утопия Объект номер SCP-752 Класс объекта Кетер Особые условия содержания Вокруг четырех известных входов в SCP-752 были созданы зоны 752-1, 752-2, 752-3 и 752-4 В SCP-752 запрещено входить всем сотрудникам, хотя дозволены миссии по проникновению С использованием беспилотных аппаратов и технологий, взятых из SCP-752 В случае неконтролируемого нарушения условий содержания должен быть активирован протокол Шанду-47 В любом другом случае уничтожение объекта не рекомендуется, поскольку в случае неудачи это может привести к высвобождению SCP-752-1 Захваченные представители SCP-752-1 должны перемещаться в зону 17 для опроса и обследования Ни при каких обстоятельствах не следует позволять им вернуться в SCP-752 SCP-752-1, приближающаяся к любой из зон 752, должны сразу же уничтожаться Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой И так всю жизнь, наперекор судьбе, ребенок, муж, старик всегда в борьбе Таких людей от всех границ свободных увидеть я б хотел И пребывая по уши в дистрессе в свои года, и стар, и млад, копейки, наскребавши по сусекам, психиатрам сносят для оплат В натуральном виде счастье всегда выглядит убого рядом с цветистыми прикрасами несчастья И разумеется, стабильность куда менее колоритна, чем нестабильность А удовлетворенность совершенно лишена романтики сражений со злым роком Нет здесь красочной борьбы с соблазном, нет реологибельных сомнений и страстей Счастье лишено грандиозных эффектов В процентном соотношении счастье вещь более редкая, чем несчастье А потому недостаток грандиозности нивелируется частотой возникновения Но давай ты не будешь отходить от темы Я не хочу выслушивать это до второго пришествия Описание SCP-752 это подземный город, расположенный в северной части горного массива Город занимает квадратных километров Население около 10 тысяч Смена дня и ночи, аналогичная ритму внешнего мира Поддерживается множеством осветительных электрических устройств Работающих на геотермальном генераторе Весь город окружает щит из неизвестного металла Который блокирует все известные виды сигналов и излучений Включая акустическое, создаваемое гидролокатором Исследованием этого металла мешает необходимость Минимизировать вероятность нарушения условий содержания SCP-752-1 это обитатели SCP-752 В физическом смысле SCP-752-1 похоже на людей Однако социальное поведение, проявляемое ими в больших группах Не имеет ничего общего с поведением людей или других социальных млекопитающих Хотя можно провести параллели с муравьями и другими социальными насекомыми Представители SCP-752-1 не обладают какими-либо личными интересами Их единственной мотивацией является стремление развивать высшее благо SCP-752 В настоящее время SCP-752-1 обладают технологиями, которые значительно превосходят существующее за пределами объекта Однако их развитие начинает останавливаться Найденные в зонах документы свидетельствуют о том, что SCP-752 был создан группой неопознанных ученых и философов лет назад Данное сообщество действовало под названием Эвдемон А SCP-752-1 были его попыткой создать идеальное общество Документ 752-3 найден в зоне 752-1 День первый Эвдемон Альфа-1 Население Эвдемонии 100 О, дивный новый день День, с которого начнется календарь Хомоэвдемония После последней серии массовых тестов мы поместили 50 мужчин и 50 женщин в заключительную область испытаний Ничего кроме них, искусственного солнца, храма и нескольких видов растений и животных, которых мы подготовили для приручения Теперь Эвдемону остается только наблюдать Документ 752-7 найден в зоне 752-3 Год восьмой, день двадцать четвертый Эвдемон Гамма-1 Население Эвдемонии 124 Население растет быстрее, чем ожидалось Вместо того, чтобы конкурировать, Эвдемоники во всем сотрудничают друг с другом Все представленные виды животных были одомашнены для пищевых и трудовых целей Признаков сельскохозяйственной деятельности пока что нет Технологический прогресс происходит в соответствии с ожиданиями и базируется на данных, которые мы оставили в храме Документ 752-22 Найден в зоне 752-4 Год пятнадцатый, день двести двенадцатый Эвдемон Дельта-4 Население Эвдемонии 170 Рост населения продолжается Проявляются намеченные отклонения от нормального человеческого социального поведения В то время как Homo sapiens не приспособлены для проживания в группах численностью более нескольких сотен представителей Homo edemonia будут отлично функционировать в сообществах из тысяч или миллионов индивидов Сельское хозяйство в настоящее время стремительно развивается Для ирригации используются доступные водоносные слои Начали проявляться отклонения в поведении По-видимому, табу на каннибализм исчезло Погибшие эвдемоники употребляются в пищу Кроме того, больные или слабые индивиды или совершают самоубийство, или их убивают другие Причем число таких случаев растет с тревожащими темпами Бета-1 хочет вмешаться и попытаться установить основные моральные принципы Но Альфа-1 настаивает на том, что именно они являются проблемой нашего общества И что любое вмешательство может испортить эвдемоников Технологическое развитие идет значительно быстрее, чем предполагалось Началось строительство нескольких сооружений непонятного назначения Что довольно интересно с учетом того, что до этого зданий в эвдемонии фактически не было Документ 752-70 Найден в зоне 752-2 Год 24, день 4 Эвдемон Бета-4 Население эвдемонии около 300 Темп роста населения внезапно резко ускорился За неполные 10 лет количество жителей увеличилось почти в 2 раза Возможно, это связано с сооружениями Начали проявляться другие, чрезвычайно беспокоящие отклонения в поведении Эвдемоники перешли к меритократии И заставляют наиболее сильных и наименее умных строить для них Нет, даже не заставляют Рабочие делают это добровольно Но зарабатываются до смерти Фактически все в этом сообществе зарабатываются до смерти Предполагаемая продолжительность жизни около 45 лет В то время как в первоначальных испытаниях мы доказали, что эвдемоники могут легко доживать до 150 Нет никаких признаков культурного развития За исключением того, что в свою строгую моральную систему Они включили неопределенные намеки на божественного создателя Называемого Эвдемоном Хорошая новость Как мы и рассчитывали, они близко к сердцу приняли идею о том, что однажды эвдемон вернется И поведет их в другой мир Мы называем все эти странности отклонениями Но это не так В данном обществе нет отклонений Все новшества оцениваются по их достоинствам После чего их или принимают, или от них отказываются Я начинаю сильно сомневаться относительно ценности всего этого Альфа-1 и его команда генетиков, похоже, не удивлены происходящим развитием Держу пари, они знали, что произойдет Документ 752-142 Найден в зоне 752-1 Год 40-й день 325 Эвдемона Альфа-1 Население Эвдемони около 1000 Население продолжает увеличиваться Технологический прогресс также растет Со... Все возрастающей скоростью Такими темпами они достигнут нашего уровня задолго до намеченной даты Бета, Гамма и Дельта ничего не понимают В них продолжает расти отвращение к моим чудесным созданиям Я бы никогда не вовлек их в этот проект, но мне были нужны их знания, чтобы сконструировать камеру развития Я принял меры, чтобы они никогда не узнали, что находится в детских эвдемонии Надеюсь, это будет достаточно для предотвращения мятежа Документ 752-314 Год 70-й день 87-й Эвдемон Дельта-1 Население Эвдемони около... 3000 Население все растет Признаков замедления нет В дополнение к неизвестным зданиям строятся многоэтажные жилища Чтобы была возможность сместить все возрастающее население Технологическое продвижение продолжает превышать все наши ожидания Остается только надеяться на то, что оно остановится, как только будет использовано оставленное им в храме Проявления нежелательного поведения ухудшились Гамма попытался вмешаться и был убит Оставшиеся попытались выступить против Альфы Альфа-3 притворился, что на нашей стороне использовал это, чтобы отравить большую часть группы бета Однако выступление прошло успешно Мы по-прежнему не знаем, что находится в тех зданиях Но учитывая то, что произошло с Гаммой, не трогаем их Альфа-1, 2 и 5 сбежали Остальные мертвы или захвачены Мы отключили выпускающий механизм и запечатали это место, насколько возможно В Демонике по-прежнему верят, что за щитом, построенным Гаммой, ничего нет Остается только надеяться, что... Они никогда не начнут считать иначе В SCP-752 был отправлен беспилотный исследовательский аппарат 752-А Запись, полученная изнутри зданий детских, показала всестороннее и, очевидно, добровольное Данные удалены Перед зачатием Через часа после начала экспедиции связь с аппаратом была потеряна А в течение последующих двух месяцев технологии, очевидно полученные из 752-А Активно внедрялись в SCP-752 Дальнейшие экспедиции должны проводиться с использованием аппаратов с минимально возможным технологическим уровнем Предполагается, что прямая конфронтация между Homo Sapiens и SCP-752-1 приведет к концу света класса СК Смена господства Поэтому SCP-752-1 ни при каких условиях не должны узнать о мире вне их пещеры Когда на ложе сна в довольствие и покое я упаду от сытости, тогда настал мой срок Когда трястить мне лживо станешь и буду сам доволен я собой, восторгом чувственным, когда меня обманешь Тогда конец мне и всему конец Тогда скажу я, смысла нет ни в чем От какой еще сытости Мда Есть похожий эксперимент, называющийся Вселенная-25 Проведенный на мышах в 1972 году Если кратко, грызунам дали все условия для комфортной жизни Вдоволь еды и вдоволь воды, но в условиях ограниченного пространства Такие условия, вопреки логике, привели к спаду рождаемости и последующей ее полной стагнации А после гибели колоний Но речь именно, что про ограниченные пространства И про живые организмы Не про андроидов Вот тебе цепочка умозаключений Целомудрие рождает страсть Рождает неврастению А страсть с неврастении порождают нестабильность А нестабильность означает конец цивилизации Видишь ли, я продукт стабильности И я далеко не в восторге от всего происходящего в 21 веке Казалось бы, девиз мирового государства Общность, одинаковость, стабильность Но, как у вас мясных говорят, в гробу я видал это все Я хочу вечной войны, драки и кровопролитие Кровопролитие... О, боги, когда же ты оставишь меня в покое? От твоей милитаристской софистики у меня уже внутренности ржавеют Слышишь? Ты не познаешь главной стороны любой войны Смерти и ужаса перед ней Сам угадай, почему Ну, разумеется, куда уж мне понять Хорошо ведь, что мир стабилен, устойчив Люди счастливы Они получают все то, чего хотят И не способны хотеть того, чего получить не могут Они живут в достатке, в безопасности В безопасности? Это в условиях существования фонда-то? Перед тобой сидит живой пример того, насколько мнима безопасность Перед лицом неведовой чертовщины, которая по случайности может в секунду испоганить жизнь Есть и более тривиальные вещи Вроде убийц Хочешь острых ощущений? Отправь себя бандеролью в страну с открытым военным конфликтом А я хочу спать До встречи Надеюсь, не скорой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok